Привет, наши дорогие Хочузнайки! Согласитесь, нам повезло жить в мире, в котором имеется столько неповторимых мест и достопримечательностей. Но, к сожалению, не все они способны выдержать ход времени. Поэтому многие из них, увы, ни мы, ни наши потомки, больше не увидим. Итак, это топ-5 туристических достопримечательностей, которых больше не существует. А прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы подписаны на наш канал, чтобы одним из первых смотреть новые видео. Розовые и белые террасы, чье название на языке маори звучит как «Отакапуаранги» – фонтан облачного неба, и «Тетарата» – татуированная скала, на озере Ратамахана до 19 века были одним из чудес природы Новой Зеландии. Эти террасы были сформированы горячими геотермальными водами, которые содержали относительно большую концентрацию растворенного гейзерита – горной породы. Их общая длина составляла 1200 метров, но 20 июня 1886 года террасы исчезли. В этот день произошло извержение вулкана Теравера, в результате чего террасы оказались погребены под толстым слоем пепла, а на том месте, где они находились, образовался кратер глубиной 100 метров, который теперь носит название озера Ратамахана. Водопад Гуайра Водопад Гуайра был расположен на реке Парана, на границе между Бразилией и Парагваем. Вероятно, это был один из самых мощных каскадов водопада в мире. Объем перекачиваемой им воды составлял от 33 до 50 тысяч кубических метров воды в секунду. Водопад включал в себя 18 каскадов общей высотой 114 метров. Говорят, что он был таким огромным, что шум от него можно было услышать на расстоянии в 30 километров. Но в 1982 году Гуайра прекратил свое существование, когда был взорван для затопления водохранилища Плотины и Тайпу. Хрустальный дворец Хрустальный дворец — это архитектурное сооружение из чугуна и стекла удивительной красоты, которое было построено в 1850-1851 в лондонском Гайдпарке к Всемирной выставке 1851 года. Выставочный зал площадью свыше 90 тысяч квадратных метров, протяженностью 564 метра и высотой до 33 метров вмещал до 14 тысяч посетителей. По завершении выставки дворец был разобран и перенесен на новое место — в лондонское предместе Сиднем Хилл, где он простоял 82 года. Но 30 ноября 1936 года Хрустальный дворец был уничтожен пожаром, после чего больше никогда не восстанавливался. Бамианские статуи Будды Бамианские статуи Будды — это две гигантские статуи Будды 55 и 37 метров, входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине, Афганистан, возраст которых датируется VI веком н.э. В 2001 году большие статуи Будды были разрушены талибами. Это произошло в марте. Операция проводилась в течение двух недель. В начале нескольких дней статуи расстреливались из двух зенитных орудий и артиллерии. Затем в нише у основания были заложены противотанковые мины, и, наконец, несколько местных жителей опустились на веревках вниз скалы, где они заложили взрывчатку в основании и плечи двух Будды, и разорвали статуи на куски. Позже ЮНЕСКО планировала восстановить утраченные статуи, но потом отказалась от этого проекта. В таком случае статуи более чем наполовину состояли бы из нового камня и не имели бы исторической ценности. Ледник Чикалтая На леднике Чикалтая располагается единственный горнолыжный курорт в Боливии. Это самый северный горнолыжный курорт Южной Америки, один из самых высоких курортов, обслуживаемых канатной дорогой, и второй поблизости к экватору. Некогда склоны курорта украшал крупный ледник, возраст которого оценивался в 18 тысяч лет. Но в связи с глобальным потеплением площадь уменьшилась на 80%. Признаки таяния ледника появились еще в 90-х годах, когда люди заметили, что он стал таять с невероятно большой скоростью. К 2015 году снег растаял полностью. Это отразилось на жизни не только посетителей курорта, но и проживающих в этом районе 80 миллионов людей, которые использовали снег с ледника в качестве питьевой воды.